Беларусь продолжает оказывать помощь беженцам из Украины. Люди приходят ежедневно, их размещают в санаториях или гостиницах. По данным Госпогранкомитета, за сутки с украинской территории к нам прибыли 139 граждан Украины. Транзитом через Польшу 189, через Литву 12 и Латвию 1 человек. Пункты пропуска Беларуси работают в штатном режиме, чего не скажешь об украинских. В заложниках действий своих же властей оказались и дальнобойщики соседней страны. Они попросту не могут вернуться домой. Путь небезопасный. На помощь пришла белорусская сторона, Краснокрест, местные власти и просто неравнодушные люди не оставляют украинцев наедине с бедой. Анастасия Бенедесюк продолжит. На этой парковке сплошь украинские номера. И такая картина здесь с конца февраля, начало марта. Правда, было больше, около 10. Еще одна машина сейчас съедет из Минска. Все эти люди не могут вернуться к себе домой. В Чернигов, хотя от Гомеля это всего 100 километров. Для дальнобойщика не расстояние. Из-за боевых действий продолжать маршрут небезопасно. Во-первых, это реальная угроза жизни. Во-вторых, признаются и сохранив ее, есть вероятность остаться без машины. Мы знаем прецеденты. А это неподъемные суммы впоследствии для их семей. Вот смотрите, в альтернативу того, что делают рагули в Европе, кошмарят русских и белорусов. Я украинец. Я сейчас на территории Белоруссии. И так как украинское государство меня отключило от системы банковской, я без копейки денег. Но братья белорусы подошли и говорят, чувак, там обеды, короче, привезли. Я типа морожусь, они говорят, ага, понятно, все. Ну, типа, даже ничего не говори. Вот. Видите? А вы, б***ь, которые, б***ь, кошмарите там по Европе. Еда, вода, жилье и даже деньги. Гомельчане быстро самоорганизовались. Есть чат, помощь украинским дальнобойщикам. В РБ не спрашивая, что нужно, помогают кто чем может. Почитала правила чата. Пишу из Белоруссии. Гомель, Екатерина. Комната на два человека. Кровать плюс кушетка. На любой срок проживания бесплатно. Ребята, мы из Гомеля можем помочь едой, мясным и так далее. Лекарствами и другим. Если что нужно, пишите и звоните. На двое суток брали некоторые деньги. Ну, первые сутки еще работали наши карточки украинские. Ну, потом все заблокировалось. Спасибо гражданам, которые отозвались, нам оказали помощь. Гомельчане, Красный Крест, местные власти все эти недели с дальнобойщиками были на связи. Те тешили себя надеждой, что вот-вот и вернутся домой. Но спокойнее там не становится. Они волнуются за близких, которые сейчас в очаге. Поэтому не все готовы представляться и показывать лицам. Но родственники хотя бы в курсе, что вы здесь в безопасности? Ну, конечно. А они непонятны, да? Ну, да. А как там сейчас вообще в Чернигове? Что происходит? Ну, информации такой нету. Мы ни с кем не связываемся. Мы не знаем. Связи нету. Вот я же говорю, пять дней уже нету. Обстановка напряженная. Жена. У меня и дети. В Чернигове. В Киеве у меня дочка сидит. Студентка. Накануне с дальнобойщиками встретился замгубернатора. С ним приехали и представители нескольких транспортных компаний. У нас есть часть желающих хотя бы что-то где-то попытаться поработать, чтобы заработать какие-то средства для проживания. Хотя бы, чтобы не сидеть, как сказать так, по-простому, у людей на шее. Хотя бы, по крайней мере, руки, ноги, голова есть. По возможности хотелось бы, конечно, поработать. Прошло меньше суток. И вот реальное предложение, на которое украинцы согласились. У нас должности и как от водителя автобуса, так у которых нет категории D из них, мы можем взять вахтерам здесь, их слесарями. Они все это умеют делать и знают. Поэтому в трудоустройстве проблем не будет. Сейчас находимся только на этапе организационном. Это подготовка документов к тому, чтобы их оформить на работу легально. Сколько на это может уйти времени? По нынешнему законодательству от подачи заявления нашего для принятия иностранного гражданина 15 дней. Но, думаем, будет, может, изменение. Где-то ускоримся и поможем людям быстрее. Приступили они уже, может быть, к стажировке, изучению местности, техники? Они, один из них сегодня уже посмотрел, да, что может быть стажировку начинать водителем. Другие не требуют стажировки на рабочем месте такой большой. То есть это однодневная стажировка, которую мы проведем в любой момент, когда будут уже на них готовы документы для работы. При необходимости готовы трудоустроить и других желающих, оказавшихся в подобной ситуации. Более того, бонусом к работе идет место в общежитии. Да и в целом по Гомельской области есть 12 тысяч свободных вакансий. Готовы помочь и всем обратившимся беженцам. Михаил, а не знаю, слышали ли вы о том, что происходит с белорусскими дальнобойщиками, с россиянами? И как их там встречают? Наверное, несравнимо с тем, как у вас сейчас. Тот, кто так встречает, это лупа. Мы ни при чем. Водители не виноваты. Анастасия Бенедисюк, Анзор Тужаев, агентство теленовостей. Анастасия Бенедиси